алё здравствуйте как меня слышно добрый вечер так сегодня хочу рассказать два момента которые как бы дополнительно у нас появились про экран видно кстати так почему так у нашего проекта есть семь способов заработка 6 из них без вклада не значит первый способ заработка основной это когда вы являетесь исполнителем и можете оказывать услуги в одной или нескольких категориях вы можете зарегистрироваться в проекте и получать возможность получать заказы и на этих заказах зарабатывать как физическое лицо который оказывает услуги то бишь на супермаркет который позволяет любому человеку зарегистрироваться и даже в том случае есть у вас не будет возможности нету такой услуги которые там допустим вы оказываете какую-то услугу а ее нету в проекте то вы можете самостоятельно добавить эту услугу смотрите как это работает мы нажимаете создать услугу добавить услугу выбираете домашний адрес допустим электрик и тут в конце и всегда в каждой услуге есть додаты властных то есть вы можете добавить в любую категорию дополнительные услугу которые здесь не зафиксировано таким образом проект позволяет очень гибко реагировать на ту ситуацию что есть появляются какие-то новые услуги и человек который начинает оказывать эту услуге может просто зарегистрироваться добавив эту услугу сам бизнес построен на услугах то есть если вы мечтали создать какой-то дополнительный доход или же построить бизнес в интернете то вот вы можете рассмотреть наш проект как площадка которая позволит вам построить бизнес в интернете один раз и на всю жизнь каким образом вокруг нас миллионы людей которые оказывают услуги и эти люди они нуждаются в клиентах им нужны заказы им нужны клиенты и мы создали marketplace которым они могут зарегистрироваться и получать клиентов а клиенты очень быстро могут найти исполнителей за счет того что вот так вот как я сейчас вам показал поставил точку на карте выбрал услугу мы вам показываем 20 человек которые оказывают эти услуги и вы уже их выбираете по расстоянию по рейтингу по цене по отзывам вот это первый вид заработка как вы можете зарабатывать как исполнитель второй вид заработок это как партнер то есть вы можете стать партнером нашего проекта вот этих людей которые вы видите на карте которые зарегистрируются в нашем проекте мы вам дадим свой ваш кабинет и когда они будут делать заказы если это человек будет находиться в вашем кабинете то вы будете получать когда он получит заказ в этот момент он заплатит за заказ заплатить сервису процента часть процента получите вы но это все есть презентации вот и теперь перейдем еще какие у нас появились новые виды заработка значит за регистрацию в нашем проекте вы получаете как никто зарегистрируется сегодняшнее вот сейчас уже это действует вы получаете 5 хелфи коинов на счет что такое хелфи токены значит мы зарегистрировали централизованную систему как вот знаете есть токены такие и мы ее зарегистрировали уже сейчас мы эти токены раздаем бесплатно но в любых проектах токены они имеют три стадии развития первое это бесплатная раздача для того чтобы заинтересовать людей вот и если мы зайдем кошелек метамакс то вот у нас есть наши токены хелфи токены они уже зарегистрированы и вы можете получать и многие партнеры уже получили эти хелфи токены на свои кошельки но откуда же можно им взять на сегодняшний день нашем проекте эти хелфи токены первое это зарегистрацию вот вы зарегистрировались получили пять хелфи токены второе если вы поставили аватарку то вы получили два хелфи токены это уже будет все потом есть еще способ регистрации объектов которые существуют нашем проекте смотрите вот у нас есть категория помощь украинцам если вы регистрируете объекты которые помогают украинцам за это за регистрацию вы получаете хелфи токены если вы регистрируете исполнителей которые оказывают услуги то вы тоже получаете хелфи токены и это несложно зарегистрировать объекта который помогает украинцам несложно и зарегистрировать исполнителя тоже не сложно и презентации я там давал пример как девушка наша звонила людям. Для того, чтобы зарегистрировать исполнителя, необходимо просто-напросто найти, вот смотрите, у нас каждый из нас в каких-то телеграмм-группах существует, группы в телеграмме, в вайбере, в ватсапе есть группы, и часто там в этих группах проскакивает объявление, что такой-то человек там оказывает такую-то услугу, такую услугу, их очень много. Если обращать на это внимание, то вы увидите этих людей, которые, и даже есть целые группы, которые посвящены услугам. И когда вы находите такого человека, вы просто-напросто говорите ему, что есть новый проект, которым можно зарегистрироваться и получать в будущем заказы. Как правило, из 10 человек, 7-8 соглашаются на это, потому что, по сути, им нужны заказы, им нужны клиенты, им не важно откуда будет приходить клиент, а главное, чтобы у них была работа. И они будут регистрироваться. И когда они будут регистрироваться, вы с этой регистрации исполнителя получите тройную выгоду. Первая выгода, которую вы получите, это вы получите хелфи-токены на свой счет. И в будущем эти токены можно будет, когда мы выйдем на рынок, вы сможете зарабатывать, реализовывать их на бирже, и это превратятся в деньги, в валюту, и вы их можете пользоваться этими деньгами. Второй способ, исполнитель, который вы зарегистрироваете, он пожизненно вам будет приносить доход. То есть каждый человек, который вы зарегистрироваете, он будет находиться в вашем кабинете. И когда мы включим монетизацию, каждый раз, когда он будет оказывать услугу, принимать заказ и оказывать услугу, он будет платить сервису, а часть этого процента будет идти на вас счет, и вы можете собирать эти деньги и выводить на свою карточку. Это второй раз вы заработаете на этом человеке. Первый раз Helpy Token заработали за регистрацию, второй раз пожизненно зарабатываете на его услугу. То есть, ну как пожизненно, до тех пор, пока он будет оказывать услуги через наш сервис. Вот. И третий раз, возможно, этот человек станет партнером, и тут вы заработаете еще два раза. Первый раз кэшбэк за купленный пакет, и второй раз на исполнителях, которые будут находиться в его кабинете. То есть, целый комплекс заработка получается с одной регистрацией. То есть, вы зарегистрировали одного человека, и можете заработать аж четыре раза. С простой регистрацией исполнителя. А регистрировать их очень просто, если вы смотрели последнюю презентацию, там я приводил видео, как это все просто делается. Так, и идем дальше. Это канавцы, да? Теперь, если вы пригласили партнера, то за каждого приглашенного партнера вы получаете кэшбэк 20%, плюс хелфи токены. На счет будут падать хелфи токены. То есть, вот вы пригласили человека, он купил пакет, и кроме того, что вы получите 20% кэшбэка от стоимости пакета, параллельно вы еще получаете хелфи токены. Вот такая вот, и таким образом вы можете накапливать хелфи токены, которые будут присутствовать в вашем кабинете. Потом вы можете эти хелфи токены использовать в разных направлениях. Первое, это на бирже продать, подождать, пока они вырастут в цене. Вот, и потом потихоньку продать и получить доход. Второе, за хелфи токенов вы можете сразу, это будет бесплатно работать, то есть исполнители, которые, тут есть один нюанс, который я должен объяснить. Смотрите, когда мы проведем рекламную кампанию, партнеры получат в кабинет исполнителей, рандомно получат. То есть, не будет такого, что там выбирать, кто-то кашет, как-то может. Вот, все, кто зарегистрируется, всех мы раздадим в кабинеты. Но не факт, что кто-то будет работать. Возможно, человек просто зарегистрировался, так кто это. То есть, пока будет идти становление, вы сможете менять тех исполнителей, которые не будут работать. Если вы будете видеть, что человек не работает, вы просто зайдете, там будет специальная кнопка в кабинете, зайдете, поменяете этого исполнителя на того, кто будет работать. Но потом, когда это все устаканится, мы включим такую штуку, как в будущем будет обмен идти за хелфи токены. То есть, если в будущем у вас опять какой-то исполнитель перестал работать, и вы захотите его поменять, то вы за хелфи токены ее меняете. Это будет небольшая сумма, но она будет присутствовать. Вот. И для того, чтобы привлечь людей, которые будут, как вам правильно сказать, для того, чтобы привлечь криптомир в наш проект, для чего привлечь, я сейчас объясню. Для того, чтобы этот проект масштабировать, делать рекламу в многих городах, а нам придется это делать. Сначала мы начнем рекламу в одном городе-миллионнике, потом в втором-третьем. Потом придет такой момент, когда нам придется масштабироваться в разные страны, и туда понадобится очень-очень много денег на рекламу. И поэтому я сейчас уже разработал систему, которая позволяет привлечь в качестве наших партнеров, инвесторов, людей, которые в криптомире живут. И вот поэтому мы разработали систему возможностей заработка Healthy Token через регистрацию, через аватарку, через регистрацию исполнителей, через регистрацию объектов, которые помогают украинцам, через то, что вы пригласили партнера, он купил пакет, вы получили тоже Healthy Token. И еще у нас будет игра. Вот мы запускаем игру. Для чего эту игру? Мы запускаем для того, чтобы мы могли проводить... Есть у нас такая штука, как в ТикТоке, или же мы можем проводить видеотрансляции. И я проводил это в видеотрансляции, но по сути за 5-10 минут я рассказывал проект, а потом людям нечего было рассказывать. Было как бы неинтересно. Я думал долго, что сделать, как сделать так, чтобы люди задерживались на наших трансляциях, им было интересно. И я придумал такую игру, где можно будет играть на Healthy Token. Она очень простенькая, но буквально на следующей неделе она запустится, вы можете принять участие. И я партнеров буду просить, чтобы они как бы испытали ее, эту игру, и можно будет выигрывать. Игра очень честная. Там надо будет... Но эта игра будет работать до того момента, пока мы не выйдем на биржу, на монетизацию Healthy Token. Как только мы выйдем на монетизацию, эта игра прекратит работу. Но мы в трансляции сможем поставить, и те люди, которые будут смотреть трансляцию, захотят посмотреть, как эта игра работает, зайдут. А тут мы будем показывать рекламу нашего проекта, и это будет один из источников привлечения партнеров. Партнеров нам понадобится очень много. Почему? Потому что нам придется запускать очень-очень много городов. И на каждый город, в котором мы будем запускать, необходимо собрать деньги на полномасштабную трехмесячную рекламу. То есть в каждом миллионнике, который мы будем запускать, нужно будет делать рекламу в течение трех месяцев. Три месяца подряд должна идти реклама, чтобы люди, которые увидят, услышат эту рекламу, исполнители, которые оказывают услуги за счет того, что они увидят рекламу, могли зарегистрироваться в проекте, а люди начали пользоваться этим проектом, заказывать себе услуги. Вот, собственно говоря, вот такую информацию я хотел вам рассказать. А теперь мы переходим к вопросам и ответам. Если есть какие-то... Добрый вечер. Добрый вечер. Да, можно вопрос? Давайте так договоримся. Есть у нас партнеры, а есть кандидаты. Если вы партнер, то задавайте такие вопросы, чтобы не напугать кандидатов. Ага, я понял. Ну ладно, хорошо, потом. Я постоянно нахожусь на связи, в принципе. Ну, те партнеры, которые давно со мной работают, они знают, что в любой момент можно мне написать телеграмм, вплоть до того, чтобы позвонить. И я еще говорю такие вещи, как я даже провожу видеоконференции с партнерами. У меня были такие партнеры, которые говорят, вот я хочу с вами встретиться на видеоконференции, я там привел двух человек, чтобы они послушали. И я провожу конкретно видеоконференцию, рассказываю, объясняю, отвечаю на вопросы. Вот такая ситуация. Еще, пожалуйста, вопрос. Вот такой вопрос. Будет ли запись сейчас, да? Вот потому что я только присоединилась, потому что работа и... Идет запись. Идет запись. Ага, хорошо, спасибо. Так, еще вопросы, пожалуйста. Но пока без вопросов нету, я хочу сказать, что мы создали отдельную группу по тестированию нашего сайта приложений. Так что если у вас есть желание, ну, для того, чтобы тестировать сайт, нужно работать с компьютера. Для того, чтобы мы со следующего, завтра-послезавтра начнем тестировать приложение клиента. И приложение, в данный момент мы будем тестировать приложение водителя такси. То есть в нашей системе есть еще заказник, не только все услуги, которые мы здесь, которые вы видите здесь на экране, можно заказать. А у нас еще есть кнопочка вот здесь вот отдельно, заказать такси. И мы будем, для того, чтобы заказать такси, мы создали отдельное приложение для водителей такси, которые установятся. Там, в этом приложении есть таксометр, есть, ну, некоторые партнеры уже запускали, видели его, как оно работает. Его надо тестировать. Почему нам нужно тестировать? Я сейчас объясню. Смотрите. Мы не можем начать рекламную кампанию, пока мы не протестируем хорошо наш продукт. Вот, я сейчас открываю Play Market. Вот. Мы можем, так, приложение. Вот тут существует очень много приложений. И если мы возьмем, любой из них откроем. Например, вот это вот. То тут есть такая штука, как отзывы. Видите, вот, в каждом приложении. И если приложение сделано хорошо, оттестировано, то люди пишут нормальные отзывы на этот продукт. А в том случае, если какое-то приложение, давайте попробуем найти какое-нибудь приложение с плохими отзывами. Ну, вот, например, человек пишет. Невозможно ничего сделать с мобильного устройства, так как курсор после тратата. Ну, в общем, вот такая ситуация есть по этому приложению. Таких приложений, в которых много плохих отзывов. Очень много. Почему? Объясняю. Дело в том, что, когда ты делаешь продукт, ты его тестируешь на хорошем мобильном устройстве, там, на хорошем телефоне. И ты протестировал, он у тебя все работает, все хорошо работает. И ты считаешь, что все хорошо. И начинаешь запускать его в рекламу, в плеймаркет запускаешь. И все остальное. Но тут и существует еще одна вещь. Называется китайские телефоны. В китайских телефонах есть один парадокс. Когда они делают железо одно, а программное обеспечение ставят другое. Ну, дешевые они. Поэтому, чтобы попало туда лево, так и вредно. И вот, когда у тебя приложение нормально работает на хорошем телефоне, то на вот этом китайском телефоне оно может работать плохо. Что-то не срабатывать может, не так работать может и так далее. И это проблема глобальная для всех людей, которые пишут приложение на Android. Почему? Потому что, когда ты выпускаешь приложение, начинаешь его рекламировать, и его скачал какой-то человек, у которого кривой китайский телефон, он его скачал, а у него там что-то не работает, и он начинает жаловаться просто-напросто. Он говорит, вот вы кривые программисты, написали программу, она у меня не работает. И таких отзывов мы можем получить сразу целый ворох. Потому что китайских телефонов очень много. И что в такой ситуации делать? В такой ситуации необходимо проверить работоспособность программы на абсолютно большинство телефонов, которые есть в природе, которые выпустили. Для того, чтобы минимизировать вот эти отрезательные отзывы, которые могут прийти от людей, которые будут качать это приложение с китайских телефонов. И сейчас этот процесс идет. Мы тестируем сначала сами, а потом привлекаем партнеров, для того, чтобы партнеры тоже тестировали. Вот на данный момент у одного партнера приложение водителя такси запустилось, а у другого приложение не запустилось. Мы сейчас смотрим, почему на этой модели телефона не запускается приложение. И таким образом мы потихоньку-потихоньку доведем до ума, чтобы на всех устройствах, которые китайских, не китайских, нормальных, ненормальных, чтобы наш продукт работал нормально. Это сделано для того, чтобы не получить на старте проекта, когда начнется реклама, чтобы, понимаете, когда начнется реклама, в проект пойдут десятки тысяч людей. И сотни тысяч людей пойдут. И если среди этих сотни, там 30-40% окажутся тех людей с китайскими телефонами, которые не будут работать, то мы получим очень большой, отрицательный, так сказать, момент, который потом просто можем загубить свою программу, так будем говорить. Поэтому вот эту работу нам приходится делать, потому что есть такая проблема, и эту проблему надо решать. Так, переходим к вопросам еще раз. Еще вопросы, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. А у меня вопрос такого изместа. Каким образом, если, например, таксист сумму послуги визначатим по таксометру, то, например, как это может сделать сантехник или электрик? Чи это будет там какая-то минимальная сумма? Ну, какая же сумма попадет, как бы, в базу? Ну, так. Зрозуміло. Дивіться, ринок послуг, он истнует давно. Он истнует до нас. Сейчас мы с нами разговариваем, он истнует и будет працювать после нас. Кожна категорія, которая истнует, мы будем подложить под ринок, который у нас сегодняшний день есть. Если мы будем делать рекламу в городе Киеве, и там, например, воде и такси, мы будем визначать через додаток клиент такси, и там будет вся эта штука работать. Но есть рынок сантехники, есть рынок людей, которые там что-то ремонтуют, работают сейчас. Поэтому мы будем подложить под те моменты, которые сейчас работают на рынке послуг. Мы не сможем что-то гернее сделать, или лучше в том плане. Единственное, что мы делаем в нашем додатке, это доступность. То есть, наш проект чем лучше от тех сервисов, которые сейчас есть, тем, что очень быстро можно найти, сравнивать и выбрать любую послугу. Вот, дивитесь, сколько мне нужно секунд, чтобы найти какую-то послугу. Я ставлю место положения, где я находюсь, я когда ставлю место положения, тут меняется адреса. Дивитесь, я передвинув сюда, вот адреса изменилась. Передвинув сюда, адреса изменилась. И после того, когда я поставил свое место положения, я скажу, что мне нужны реконавцы, и мы, навколо меня, показывают цифровь. То есть, мы делаем сервис, который очень будет удобный для клиентов. Этим мы будем раздражаться. А саму процедуру вирухования комиссии, как это все будет работать, это уже все працует. Мы просто будем реализовывать так, как оно есть. Так, как есть в такси, так, как будет в сантехниках, будет в сантехниках. У них будет окремый додаток, который будет показывать его в режиме я занятый или вильный, или вильный или занятый. И там будет тоже начаться вся эта процедура. Сергей, если я правильно разумевал, то мы будем обрати среднюю ціну по ринку для реконавцев. Так, дивиться, тут очень важный момент в этом плане. Чему? Я буду приводить на приклади такси по місту Києву. В Києві там десь больше 20 служб такси. Був такий момент, коли больше 100 было, но сейчас больше 20 десь есть. И есть службы, которые дешевые по замовленному для клиентов, а есть службы, которые дорогие. Так, когда мы будем заходить, наш тариф будем выставлять по середине цены между дешевым и дорогим. Чему? Если мы поставим дешевые тарифы, то до нас не пойдут виконавцы, водые, скажут, ну тут дешево, на что оно треба, мы хотим заработать. Виконавцы хотят заработать, им треба нормальный тариф. А если мы поставим дорогу ціну, то до нас не пойдут клиенты, скажут, тут дорого, на что сюда идти, тут все замовлення очень дорогие. Тому это такой момент, когда нам нужно поставить ціну посередине, между самым дешевым и самым дорогим. Ну, враховуючи, что у нас люди таки підприемчивые, то, как знаете, может электрик занести, что за 10 гривен он поставил выключатель, а по факту он сделает на 1000 что-то. Ну, как бы, от этого залежитиме сумма. Дивите, я пояснюю, я не все позыря не буду открывать зараз, потому что, чтобы конкурент не знаю, но два элемента я вам скажу. По-перше, когда клиент будет замовляться в виконавце, то он будет замовляться через сайт або через додаток Android через фонд. А у виконавца будет свой додаток. Чи у дия такси, чи виконавца. И когда сформуется замовление, то замовление появится сразу и у виконавца, и у клиента. После выполнения работы они должны закрить это замовление. И виконавец, который сделал работу на 1000 гривен, он должен написать, что работу я сделал на 1000 гривен. И клиент, когда закрывает замовление клиент, каже, вот приходил до меня виконавец, сделает работу, и у меня таке, что делаешь, а оно не працюет. Перестав працювати снова. А виконавец скажет, ну я тебе сделаю на 5 гривен работу, ось тебе 5 гривен таки відстань от меня. Ну, це один из элементов, которые я хочу сказать. По-друге, есть такой момент, как средняя цена за послугу. Если виконавец сделает какую-то послугу, то она есть средняя цена. То есть не может ставить ее на 50% дешевше, или на 70% дешевше. То есть есть много элементов, которые будут следовать эти моменты. Я сразу скажу, что когда мы проведем рекламную кампанию на протязи трех месяцев, у нас зарегиструется, ну я так по моим прогнозам десь больше 100 тысяч людей, но когда мы включим монетизацию, десь 30% отойдет. И десь 10-15% мы еще и выживаем из проекта тех людей, которые будут недобросовестно выполнять работу в нашем проекте. Ну это ситуация, я это знаю, но больше половины людей остается, и мы будем працювать, будем развивать проект сначала в Украине, а потом будем масштабироваться на другие страны и на другие места. Я думаю, что я вам ответил на это вопрос. Думаю, ну, а как враховывая надвигающаяся эпоха CBDC, то с этим взагалом проблем не будет. Ну, проблеми будут, но мы будем решать их разом, потому что мы партнеры и мы будем решать разом решать. А еще таке питание, как вы думаете, декларировать в конце года эти доходы отривания, если они не есть копами? Дивите, у нас будет два способа верификации. Первый способ верификации, мы верификаем с реконавцем, когда он зарегистрировался, мы надеемся, правильно он запомнив информацию, телефон, аватарка, фотографии, какие он попис своих услуг, такую информацию. Если он все правильно запомнив, то мы его верификаем. А когда начнется рекламная кампания, например, в Киеве, Киевской области, мы откроем офис и напишем всем реконавцам, что если вы хотите, чтобы вы в нашем проекте переверены реконавцы, то вы должны прийти до офису и заключить с нами договор. Людина приходит, предоставляет свои документы, мы заключаем договор, и тогда он стает переверенным реконавцем. Теперь как он должен платить податки? Реконавцы платят податки самостоятельно. Мы информационная служба. Как пример, у нас были газеты здоровые, в этих газетах были объявы, там, Вася, электрик, звоните мне по такому телефону. То есть, Вася платив газеты за объяву, объяву друковали, там дуже багато объяв было, и газета ніяким чином не отвечала за работу, которую сделал Вася. Но на сегодняшний день мы являемся информационной службой. Наша задача, чтобы клиент быстро нашел виконавца и не только нашел, а мог отримать максимальную информацию . виконавца, где он находится, какой у него рейтинг, какую информацию. Мы нададем клиента, а уже взаимовідносини виконавца и клиента, они идут поза нашему проекту. З вашего дозволу я всем доброго вечера додам до этих информационных послуг. Сейчас на данной версии работают все службы такси, надают информационные послуги официальные офисы. И также таксисти там получают у них замовление. На даний час они так працюють. Я скажу, что мы будем заходить в рынок, как и все. Мы что-то менять такого не будем. Мы просто делаем сервис, который лучше чем меньше. Скорее всего, на давачам послуг, которые зарееструются в этой базе, нужно прозоро працювать и все декларировать. Потому что есть риски контролирующих это таке дело. Они знают это и это будет один из их проблем. Я так думаю, что мы идем до цивилизованого света и эта ситуация будет регулирована таким чином. Речь о том, что например, много людей у нас уже было в Европе, я тоже спилкуюсь с ними по цей теме, там люди, которые надают услуги, они очень хорошо заработают. Там у них ценности очень хорошие, так будем сказать. И я думаю, что до нас эта ситуация тоже пройдет, в связи с тем, что мы с ними мильными шагами прикручиваем в Европейский Союз. Тому ситуация у нас тоже станет, поэтому реконавцы будут отрабатывать не копейки, а будут заработать и из этих грошей они сможут платить податки. Тим паче, что у нас есть такие как ФОПы, которые на первой, другой, третьей группе, там на первой группе, если он станет, то он минимально податки будет платить. Еще таки вопрос. Это касается инвестирования. Я смотрела, там есть разные сферы, есть IT, например, там вартость совсем другая, а есть просто, например, если мы сравниваем с такси, то для каждого инвестора будет какое-то спевное отношение вартости такой послуги, дорожчей и нижней, или это будет в рандомном порядке, как это вообще происходит? Я совсем не понимаю вопрос. Я не понимаю. Резная вартость послуг разговариваю, как это будет? Я только рассказывал, что когда мы будем заходить в ринок, мы будем дивиться минимальную сумму, которая есть на ринке, и максимальную, и мы будем ставить посередине, потому что если мы поставим минимальную, то до нас не пойдут виконавцы, если мы поставим максимальную, то до нас не пойдут клиенты. Я не это мала на увазе, я мала на увазе сферы, что сфера, например там, где такси, то там певная такса, там вона невелика, да, заработка, если сравнивать с айтішниками. Какое будет співвідношение этих виконавців у каждого инвестора, там где айтівец, например, и таксист, или это в рандомном порядке как-то все происходит. Ви маете на увазе, каких виконавців вы отримаете? Да, 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 да. Я про это сказал, что когда мы начнемо рекламную кампану, зарееструються біля 100 тысяч людей. И мы рандомно раздамо этих виконавців вам в кабинете, но мы не будем знать, какой виконавец добрый працет, какой поганый. Это показывает практика, и поэтому у вас будет кнопка замене виконавца. То есть, ваш виконавец плохо працюет, приносит вам не тот продукт, который вы хотите, або совсем не працюет, то вы можете его заменить. Чтобы вы понимали, где-то около 15 тысяч виконавців мы раздамо в кабинете партнеров, а все другие будут в вольном проекте. Но для того, чтобы партнер хорошо зарабатывал, ему нужно выбрать самых лучших виконавцов из этого когорта, который зарегистрировался. А еще я сказал, что часть из них отбавится, часть может просто працювать в нашем проекте, если на него будут поганые отгуки от клиентов и так далее. это такая ситуация тоже будет. Мы знаем про нее и просто не относитесь как до факту, что так будет. И не нервовать. То вы сможете своих виконавців менять. Сперва это будет безкоштовно на первом этапе, а в будущем, когда все как-то скажут у стаканиця, то через healthy токени будет возможность заменить виконавця, который не виконует, перестав працювати. Ну, все живые люди, кто-то захворел, кто-то попал в ДТП, не дай бог, кто-то на пенсию пішов, а кто-то просто изменил свою профессию. и и этот виконавец находится в вашем кабинете и не приносит ваш дохід, то вы можете поменять. Там в системе будет видно, какой рейтинг, сколько он приблизно в середине заработает и так далее. То это будет вся информация в системе, можно будет поделиться. Прямо зрозумевно. Да, вы будете бачить, какие виконавец, сколько приносит доходов за месяц. Вот зайдете в своем кабинете и будете бачить каждое замовление, которое он делает. И не то больше. Вы будете бачить все замовления. В вашем кабинете своем, если он перестает процентовать, вы заходите, будем так називаться биржа виконавца, условно назовемо это. Вы заходите внизу биржу и выбираете себе виконавца по доходности, как говорят. И тут может вынуждать еще одно вопрос, не будут виконавцы в обеде за то, что кто-то на них заработает. Одразу не будет, потому что мы берем процент за замовление, а мы делимся процентом. Не виконавцы делятся, то бишь виконавец свои 10% за то, что он получил замовление, он отдал проекту, а уже сам проект цими відсотками делится с партнерами. Еще, пожалуйста, вопрос. Тут я додам до цього, разные чеки будут. Таксист, допустим, робить чек на 3000 гривен за добу, к примеру, до прикладу, а дальнобойщик на фуре робить 15 штук за добу или за заказ. Оце буде престижно. Ну, це самое мало на увазі, так, що візні чеки, і яке буде співвідношення в кожного інвестора саме таких виконавців? Чи це просто буде, кому як повезе, такі виконавці попадуться? Ну, дивіться, тут є виконавці, будуть двох типів. Перший тип, це ми вам надаємо виконавців без запрошення, згідно купленого пакету, кількість виконавців ми вам рандомно надаємо. А другий тип, ви самі можете запросити. Нажимаєте, тут з'явіряється надпись «Скопійовано», і ви можете вже те, що скопювали, направити в Телеграм, Ватсап, Вайбер, на пошту, куди хочете, направляєте. І ця людина, яка зареєструється по вашому посиланню, вона автоматично зареєструється в проєкті і автоматично попаде в ваш кабінет моя команда. І тут на моєй команді є три, у нас є три сутності в проєкті. Перше, це користувачі, яка зареєструється, вона автоматично стає клієнтом нашого проєкту. Якщо ця ж людина, яка зареєструється, купить пакет, ні, вона зареєструється виконавцем в одній чи декілька категоріях, то вона вже буде і клієнтом, і виконавцем в одній чи декілька категоріях, в залежності від того, оскільки вони зареєструються. Але ж вона паралельно теж буде клієнтом. Наприклад, якщо людина зареєструвалася там Перукарем, як виконавець, і потрібно буде замовити таксі чи відремонтувати холодильник, то вона вже буде не виконавець, а як клієнт і буде замовляти замовлення через наш сервіс, підтримуючи наш продукт, тому що вона тут у нас є. Це друга категорія. І третя категорія, це партнери. Це людина, яка купила пакет, вона є партнером, і вона заробляє пожиттєво на послугах тих виконавців, які знаходяться в її кабінеті. І це може бути одна і та же сама людина. Вона може бути і клієнтом, і виконавцем, і партнером. Може бути так, що буде клієнтом і виконавцем. А може так бути, що бути клієнтом і партнером, не будучи виконавцем. Тобто ці три сущності, вони можуть між собою перетинатися. Ще, будь ласка, питання. Тобто дальний обойщик, виходить, може стати придбати пакет і сам на собі заробляти, якби відсоток. Так, виходить? Дивіться, коли дальний обойщик зареєструється в проєкті і стане дальний обойщик, він стане виконавцем. І ми виконавцем можемо віддавати партнерам в кабінет. Сам у себе він не може працювати. Що він придбає пакет? Ну, він же пізніше придбає пакет, не зразу. Запитання, можливо, я пропустила, там є букву інформацію, що розсрочка можлива, там, якщо, наприклад, якийсь там пакет, да, придбаєш, то наскільки, на який період часу йде ця розсрочка. Я просто, ну, не знаю, не пропустила. Дивіться. Тут є любий пакет розбивається на чотири платежі. Тобі ж, ви платите одну четверту, а три частини напротязі трьох місяців. А, розуміло, дякую. Так, ще питання, будь ласка. Так, ну, тоді, якщо нема питання, дуже дякую. Напоминаю, що у нас з'явилась система заробітку хелфікоінів, токінов. Вона за реєстрацію оця штука зроблена. Сергій, я якраз хотів за це запитати. От, коли ми поставимо аватарку на свій власний кабінет, це нам треба повідомляти, чи це автоматично побачить, що ми поставили аватарку? Автоматично. Дякую. А можна ще вас попросить проводити відеочати, ну, якби ми краще ознайомимося, і тоді, можливо, виникнуть ще і питання. Так, я регулярно планую. Дивіться, я провожу відеочати по двом причинам. Коли є якась нова інформація, я провожу відеочати і по запрошенню партнерів. Партнери в чаті пишуть, є питання, проведіть відеоконференцію. І я планую, там кажу, добре, напротязі два-три дні я провожу. Тобі ж, коли вам потрібно якісь питання, ну, розумієте, що тут момент. Я доступний до кожного партнера. І з кожним днем партнерів все більше і більше. Якщо всі партнери будуть мене написати в річку, то це тяжко буде. Я відповідаю. На сьогоднішній день, коли пишуть, я відповідаю на відповіді. Але ж це прийде тот момент, коли я не зможу відповідати. Тому краще буде тоді проводити раз в неділю відеозустрічі і один партнер задає питання, я на нього відповідаю і всі інші чують і питання, і відповідь. Так буде проще. Для мене і для вас. Мало того, ви ж можете записати це відео і дивитись, потім передивлятися. Для тих людей, які недавно зайшли в проєкт, можуть подивитися і почути ті відповіді одразу, які були надані на відеоконференціях. Доброго вечора. Доброго. А в мене за вас питання. У мене такий напрямок, я затачую інструменти, там манікюрні, там садові, кухонні. Які у мене шанси залишитись в проєкті? Як виконавець? Зареєструвалися? Ні, я як партнер заареєструвався. Придбав пакет. Так яких шансів? Як воно буде розвиватися? Ну, дивіться, розвиток проєкта йде поетапний. Перший етап – це підготовка до рекламної компанії. Для того, щоб провести рекламною компанію, ну, дивіться, давайте так, покроково. Давайте, я буду задавати вам питання, ви будете відповідати. Так, давайте так. Як ви рахуєте, цей проєкт має право на життя? Ну, як же, я цим заробляю. Для того, щоб він жив, його треба рекламувати. А реклама – це дуже дороге удовольствие. Тому ми створили, так називаємо, краудфандингову площадку. Що таке краудфандинг? Знаєте, ні? Ні. Давайте напишемо в Вікіпедії є така штука. Я пишу краудфандинг, в Вікіпедії. Я відкриваю. Зараз хвилиночку, як тут зробити. Краудфандинг – це народне фінансування, колективне сотрудничество людей, донорів, які добровольно об'єдіняють свої діньи или інші ресурси вместе, як правило, через інтернет, щоб підтримувати усілия інших людей чи організацій. Ну, от, якщо коротко так. Тобто, ми об'єдняємо людей для того, щоб провести рекламну кампанію цього проєкту. Тобто, яким образом? Ми говоримо, «Ребята, ми зробили класний проєкт, але про нього ніхто не знає. Його потрібно рекламувати. Ви знаєте, коли-то рекламували «Розетку», «Лэкс», ми їх раніше не знали. Прорекламували. Тепер, якщо вас просить додати об'євлення, ви одразу не задумується, скажете «Великсе». Якщо ви вирішите купити якийсь товар в Україні, то не задумується, пойдете в «Розетку». Ну, так, да. Ну, а коли ми приведемо рекламу нашого проєкту, то ми навіть не повинні так рекламу провести, щоб людина, коли їй знадобиться якась послуга, щоб вона навіть не задумувалася. Вона скаже «Help фі». Ну, така задача. Ось. Ну, така реклама стоїть дуже дорого. Якщо рекламувати зразу на всю Україну, то це дуже багато грошей потрібно. Тому наша стратегія розвідка буде йти по містам. Ми рекламуємо Київ, Київську область, потім будемо рекламувати там, допустим, Відрозу, Поріжжя, Миколаїв, Одеса, Львів, Харків, а потім будемо рекламуватися в інших країнах. Тобі ж масштабуватися будемо поетапно. Беремо область з мільйонним городом і три місяці робимо рекламу. Така реклама коштує, ну, Києву ми розробили розрахунок, це 150 тисяч доларів на три місяці треба зібрати. Тепер беремо 150 тисяч доларів, ділимо на тисячу чоловік. Скільки буде з одного? 150 доларів, правильно? 50 на тисячу, це буде 150 тисяч. От ми збираємо тисячу партнерів, щоб зібрати кошти, щоб провести повномасштабно трьомісячну рекламну компанію. Як тільки ми зберемо гроші на рекламу в Києві, ми паралельно почнемо збирати гроші на рекламу в других містах. Тобі ж, партнерів постійно потрібно буде на кожне місце. І ці партнери, які зайшли зараз, вони будуть заробляти вже на виконавцях, які будуть в Києві. А ті партнери, які зайдуть пізніше, вони вже будуть заробляти на виконавцях, які будуть в інших містах або в інших країнах. Тобі ж, ми не збираємо тут мільйони доларів, як то знаєте, є проєкти, назбирали мільйони і втекли. Ми збираємо невелику суму для того, щоб провести рекламу компанію. І все. Ага. А скажіть, будь ласка, сам контракт, якщо з вами заключати, це до Києва їхать чи онлайн якось можна? Онлайн можна. Ага, зрозуміло. Добре, дякую. Нема за що. Так, все. Дуже дякую за питання. Дуже дякую за те, що ви з нами. Ті люди, які не стали партнерами, доєднуютись до нас. Будемо разом розвивати цей проєкт спочатку в Україні, протягом у всьому світі і будемо разом заробляти пожиттєво. Чому пожиттєво? Тому що виконавці будуть завжди. Ринок послуг, як то кажуть, вічний. Дякую всім за те, що присутство в нашому онлайн-зустрічі. До побачення.